быть может кто-нибудь тоже сейчас мучается не знаю выхода не знаю к кому обратиться мне сейчас 28 лет в 19 лет я ушел в армию служил в кантемировской дивизии под москвой служба была тяжелой день и ночь были стрельбы учебные тревоги тактические занятия в общем хороший урок выживания в экстремальных ситуациях пришел из армии через полгода женился устроился на работу стал понемногу выпивать сначала по выходным потом все чаще в будние дни после работы в общем алкоголь стал практически постоянным атрибутом моей жизни бросил работу уехал в москву на заработки через месяц вернулся стал опять выпивать работу найти было непросто поэтому основным местом моего пребывания был пивной ларек находил там друзей топил в вине свои проблемы но сколько веревочки не виться а конец ей будет однажды после очередного запоя я три ночи не спал и на четвертый день я увидел себя в комнате прозрачных голубого цвета существ они со мной разговаривали входили и выходили из меня сначала было страшно потом страх ушел и они стали как бы друзьями они затащили меня в петлю на следующий день утром отец отвез меня в больницу мне сделали укол и я уснул проснулся я один без друзей врач сказал что это были галлюцинации но я знаю что это не так то что я видел было самой настоящей духовной реальностью трезвой жизни хватило ровно на 10 суток опять пиво самогон и встреча с чудовищной реальностью через некоторое время я сделал укол от пьянства не пил полгода и размышлял что я видел и кого слышал эти мысли не давали покоя через год друг позвал меня на заработки в москву я согласился и там я развязался мой друг был со своим отцом а тот страстный любитель выпить и вот мы с ним вдвоем шли на работу и начинали с пива а заканчивали вечером в стельку пьяные так что засыпали прямо в одежде но деньги заканчиваются и водка тоже начинается похмелье я ждал что снова что-то случится и случилось ночью я услышал что меня кто-то зовет я понял что скоро пропаду если что-нибудь не предприму но что я мог предпринять кто меня послушает мы были далеко от города связь была плохая но все-таки мы вызвали скорую помощь приехал санитар сделал мне успокаивающий укол и сказал что я скоро усну но заснуть я не мог когда настало утро видение возобновились я видел жену с дочерью которые якобы попали под колеса автомобиля я видел изрубленными дочь и бабку с дедом будто это было сделано мной я просил у них прощение и пытался доказать что я здесь ни при чем потом когда я выбил в общежитии две двери за которыми будто бы скрывались моя жена с любовником комендант вызвал скорую помощь пока ждали на улице машину я ходил и говорил что я посланник сатаны но я не понимал того что говорил я понял это потом когда однажды на потолке увидел сатану он требовал назвать его отцом я не хотел говорить но меня вынудили и я сказал на потолке стали сгущаться краски то что я видел не приведи никому господь я не буду описывать на что это похоже но ничего настолько ужасного я не видел никогда я видела через некоторое время я впал в депрессию я не знал куда податься и лег в психиатрическую больницу лечащий врач говорил что после лечения все придет в норму мне ставили капельницы делали уколы но присутствие демонической силы я не перестал ощущать я видел на стенах лица я жил в постоянном страхе больше всего я боялся что исполнится предсказание которое я слышал от них что по истечении трех лет я убью своих родных а потом повешусь из больницы я вышел таким же облегчение не было моим родным посоветовали обратиться к так называемым народным целителям ходили только одной бабки только другой ничего не помогало да и как сатанинские горе врачеватели могли освободить меня от своего духовного хозяина я устал от постоянного страха я не мог заснуть без таблеток однажды я возвращался с работы а кто-то мне нашептывал приди домой и убей всех своих я боялся идти домой я закодировался от пьянки жизнь немного стала налаживаться устроился на работу в частный деревообрабатывающий цех попал в бригаду к роману который оказался верующим я смотрел как он себя ведет как рассуждает как терпит лишения и думал вот парень с богом а я с кем где-то через месяц я рассказал ему о своей болячке он сказал что мне надо обратиться к богу покаяться и господь обязательно поможет и тогда я прямо за рабочим станком сказал я каюсь я больше не хочу так жить господи прости меня грешного у меня выступили слезы я хочу поблагодарить романа что он сказал мне слово спасения я почувствовал облегчение после покаяния как будто какой-то тяжелый груз свалился с меня но я промолчал боясь ошибиться боясь сглазить мы работали во вторую смену я пришел домой в два часа ночи и лег в постель и вдруг в моей голове возникла мысль не голос как в горячке а мысль андрей ты прощен ты чист и жилище твое чисто потом сквозь меня прошло что-то два раза мое сердце готово было вырваться наружу и ушло все что меня мучило страх боль переживание злоба ненависть беспокойство тревога и все остальное чуждо мне какое это блаженство когда тебя обнимает сам господь да ко мне пришел сам иисус христос он заключил меня в свои объятия он успокоил меня я упал на колени слезы счастья лились из моих глаз слава господу нашему иисусу христу слава богу отцу за то что он послал к нам спасителя который окропил меня кровью своею и сказал ты чист иди за мной и я иду я верую в господа нашего он не бросит он всегда верен люди бывают неверны он всегда верен слава ему но бывший претендент на меня не сдавался мне было трудно я чувствовал как идет борьба за мою душу за меня молились люди из церкви и еще роман и моя жена и конечно победил наш славный любимый бог слава ему люди добрые мы порой не знаем кому обратиться со своей проблемой ищем каких-то целителей а вы уверены что они от бога многие не знают что лекарь всех лекарей рядом только протяни руки и он подхватит тебя в свои объятия и все плохое уйдет поверьте разве я грешник который сатану называл отцом который два раза пытался повеситься и резал себе вены достоин был прощения и милости я первый должен был стоять в очереди в гиенну огненную но мой господь умер на кресте за мой грех он умер за меня чтобы потом воскреснуть и спасать вытаскивать из болота греха таких как я я прощен и это счастье это дал иисус слава ему во веки веков аминь я обращаюсь ко всем не покаявшимся в своих грехах кайтесь люди кайтесь пока не поздно я видел от и всякую мерзость и никому этого не пожелаю я очень надеюсь что моя история произведет на кого-нибудь впечатление и он раскается пока еще не поздно а